Этих художников впервые показали вместе всего три года назад. С тех пор на выставках искусствоведы отказываются разлучать работы Бубновы и Лазовых. Эта живопись как хрестоматия современного русского авангарда. Все идеи, тенденции, стили. Варвару Бубнову и Николая Лазового ставили в один ряд с Кандинским, Петровым, Воткиным и Малевичем. Они были в числе лидеров самых популярных движений 20-30-х годов. Бубновый валет и ослиный хвост. Сегодня эти представители русской авангардной школы немного подзабыты. Некоторые критики до сих пор называют их художниками второго плана. Но ценители говорят, такой русский авангард вызывает священный трепет коллекционеров. Сегодня Лазовой в лед уходит с мировых аукционов при стартовой цене в 33 тысячи евро. Удивительно, но мода на него не проходит, даже несмотря на то, что существует множество различных мнений относительно наличия большого количества подделок на авангард. Но авангард русский очень популярен и у иностранных коллекционеров, и, безусловно, у наших собирателей. В художественной среде сын отвечает за отца. Александр Лазовой – продолжатель традиции отца-авангардиста. А в изобразительных технологиях ему удалось уйти даже гораздо дальше. Одни работы я делаю на холсте маслом и другими материалами – темперой, акрилом. А другие – это работы коллажа. Коллажи, которые я делаю из монотипий. То есть вначале делаю монотипии, а потом из них уже составляю коллажи и тоже их наклеиваю, дублирую на холст. На Западе русских авангардистов часто сравнивают с мастерами возрождения. Та же экспрессивность и тематика. Впрочем, самостоятельности в художественном почерке русских художников хватает. Только отечественный авангардизм может выглядеть ярко и наивно. Лариса Аханова, Дмитрий Давлятов, РБК.